доброго времени суток друзьям ну и как видите у нас очередной обзор проект называется majestic расположен на базе gta 5 находится он на мультиплатформе рейч мп ну и в общем-то предисловие все у них есть интересная заставочка давайте ее послушаем личные цели цели а еще здесь 7 миллионов игроков которые ходят как захочется выигрывая или проигрывая слишком много получаешь пенальти пропустить ход не получится а за длинный язык тебя будут сторониться параметров нет и жанр неизвестен наш мир это просто ну вот таким вот образом авторы охарактеризовали свой проект не знаю отстойно это игра или нет наверное судить каждому по-своему ну и давайте приступим к обзору этого проекта появляемся мы как видите в я пропустил меню заставки она не очень интересная настроечек персонажа не очень много но почему нет смысла и уделять этому много времени но как видим есть им писишки анимированные есть даже диалог некий диалог простой но тем не менее присутствует это тоже интересно быстренько читаем соглашаемся и наверное надо выдвигаться дальше но как видите он здесь предлагает и транспорт и уже первоначальную работу я выбрал транспорт но вот в дальнейшем я не понял где брать транспорт вот этот персонаж после первого диалога который мы сейчас проводим с ним исчезает я приезжал сюда впоследствии но этого персонажа не было и где потом брать на этом проекте мопеды то есть транспорт и я не знаю ну а сами мопедки вы сейчас видите три варианта вы можете выбрать разницы на самом деле никакой но это не только на этом проекте на всех проектах разницы в этом выборе транспорта нет никакого ну а выборов себе мопедку выдвигаемся в сторону центра лицензирования здесь она стоит отдельным особнячком это как бы не автошкола какая-то коммерческая структура выдающие и продающие лицензии скажу сразу что лицензионная система система здесь выполнена в американском стиле то есть здесь выдается отдельно лицензия драйвер это то есть просто права если говорить на российский манер и есть коммерческие права это грузовики то есть называется cdl то есть коммерчал коммерциал драйвер лайнсес они подразделяются на две категории легкие грузовики и грузовики многотоннажные ну вот на них посмотреть мы сейчас едем ну вот таким вот образом здесь выглядит автошкола так она подписана на карте но по факту это не автошкола это не школа это просто какая-то продающая на лицензии организация потому что ничему здесь не учишься а только покупаешь себе лицензию ну вот как видите то что я и говорил введена американская система то есть права которые нам нужны стоят 5000 ну а следующая категория по возрастанию тяжелые грузовики стоит уже 15 тысяч и казалось бы к чему я это все говорю и рассказываю а дело в том что на этом проекте более менее человеческая работа как раз таки начинается с вот это вот коммерческой лицензии на грузовики до этого момента не это работой назвать очень тяжело не работала какая-то мастурбация в общем то сейчас я об этом и расскажу ну а начну наверное с простого объяснения что все вот эти проекты рпм лайфы они лежат на неких коммерческих рельсах то есть на какой-то построено все на какой-то подобии экономики на всех проектах на которые вы заходите есть некая занятость трудовая занятость на которой вы зарабатываете на какие-то денежки и потихонечку развиваетесь естественно что начинаете вы самых низов самой простой работы и дальше по степени возрастанию как бы в виде пирамиды вы поднимаетесь все более высокооплачиваемую интересную работу какие виды занятости вам предложат это уже все зависит от разработчика от проекта может быть и два вида занятости а может быть и 20 все зависит от разработчика и вот этот проект мне попался как раз очень интересный здесь представлены виды работ которые абсолютно не сбалансированы на мой взгляд и вот перед нами такая первоначальная работа как видите здесь есть три профессии грузчик монтажники инженер вот чтобы работать за монтажника нужно пробежать 350 точек чтобы работать за инженера нужно пробежать 500 точек естественно у нас такого нету и нам предложено только одна профессия грузчик выбираем грузчиком заметьте время эти сервера работают режиме реального времени сейчас 3 часа дня 14 минут и у нас на счету 3420 долларов заработать напомню нам надо как минимум 5000 лучше чуть больше потому что аренда автомобиля на следующей работе тоже стоит денежков приступаем к этому к этому непростому я вам скажу занятием выглядит она вот таким вот образом которому сейчас видите на экране мы подбегаем кучи мешков берем его и рандомно выпадающая . это как раз конец нашего маршрута подбегаем соответственно на триггер конечной точки ложем мешок как видим есть анимация некая и нам выпадает следующая рандомная точка и вот этот вот промежуток мы бежим холостую он нам не засчитывается это просто трата времени и таких точек здесь конечно же очень много ну и как вот сейчас можно заметить срезать маршрут тоже особо не получится тем более если вы бежите с мешком мешок сразу же пропадает поэтому строго бежим по маршруту добегаем опять до нашего триггера здесь как обычно берем мешок и смотрим куда господин рандом отправляет нас на этот раз ну вот загорелся триггер бежим туда напомню что за каждую такую точку не точку которую мы бежим просто так без мешка а только за ту которую мы бежим с мешком платится всего 20 долларов но можете уже посчитать сколько мне придется бегать ну а далее хотелось бы поговорить о том почему я вообще начал эту тему а дело в том что на одном из своих обзоров я показывал как один из разработчиков проекта упростил работу для игроков он сделал процесс сбора и получения конечном результате денег очень быстрым и простым на что мне выразили люди недовольство что типа отчеты удивляешься чему ты радуешься что же здесь хорошего то ну и там писали комментарии например на что мне хотелось бы ответить что да я согласен на вкус и цвет товарищей нет каждому нравится на проектах свое кому-то нравится хардкор кому-то очень легкая но как показывает практика что на проекте если очень уж легко добываются деньги этот проект становится очень быстро не интересен но точно также и хардкорность убивает интерес к игре когда вам часами приходится заниматься однообразной работой это очень быстро надоедает это буквально вот моментально начинает надоедать экономика в свою очередь очень тонкий инструмент геймплея здесь нужна тонкая настройка баланс баланс сложности баланс заработка вот этот проект как раз яркий пример того как не сбалансирована здесь работа сейчас мы дойдем до этого еще ошибка же конкретно вот этого проекта и вот этой вот работы в том что точки разбросаны на большом расстоянии бегать приходится очень долго и напомню что один из пробегов он вообще идет впустую то есть точки выпадают рандомно но засчитывается только тот пробег который мы бежим с мешком порожний пробег естественно не считается но время то он убивает все равно и геймплею радости никакого не приносит это все равно одна и та же тупая беготня и тут бы хотелось спросить у любителей хардкора напишите мне в комментариях вам реально нравится вот такая вот первоначальная работа это реально приносит какое-то игровое удовольствие но вот тут я не могу понять напишите мне пожалуйста я же со своей стороны четко убежден что подобную работу ну конкретно вот эту работу кто-то придумал и кстати придумал неплохо видите и форма есть и форма рабочего потому что на одном из проектов я показывал на настройки выдавали шорты и сумку вот это выглядело глупо здесь выдается форма работа сделана прикольно но ее никто не тестировал ее просто придумали и залили на сервер протестировать ну не удосужились и это четко видно потому что работа занимает огромное количество игрового времени просто огромная а подобная работа должна занимать на мой взгляд но не больше получаса игрового времени игрока иначе это начинает убивать интерес и убивать интерес к в целом к проекту и скажу честно я же в свою очередь уже несколько раз пока вот снимал обзор хотел плюнуть и пойти искать какой-нибудь другой проект потому что этот меня ну конкретно утомил вот этой вот беготней ну и пока вот я тут бегаю показываю напомню вам что нам нужно заработать как минимум 1600 долларов это для того чтобы купить права 1600 долларов и чтобы получить повышение нам нужно сделать 350 точек ну я заранее скажу что на повышение я здесь не рассчитываю но его в баню а вот деньги заработать надо по крайней мере для того чтобы показать вам следующую работу мне нужны эти права и я этим на ваших глазах занимаюсь побывав на этом проекте я еще понял что люди заходя сюда не понимают что им нужно и покупают простые права а простые права здесь не нужны люди тратят деньги и в результате им приходится еще дольше бегать вот по этой вот стройке я же тоже наступил на эти грабли и я скажу честно пересоздал персонажа и уже не стал покупать первоначальные права начал зарабатывать сразу же на категорию cdl на коммерциал драйву лайнс из категории бы то есть микроавтобусы легкие грузовики вот на них там мы сейчас и зарабатываем и так нам надо заработать 1600 как минимум ну и 350 точек 350 точек мы не сделаем ну и давайте смотреть что мы заработали для вас это наверное было минут пять для меня это целая жизнь и так увольняемся получаем нашу зарплату и видим что мы заработали 1760 долларов далее просто увольняемся чтобы на нас не висела эта работа и уходим помните я просил запомнить время так давайте посмотрим сколько прошло напомню что начали мы в три часа 14 минут сейчас 4 часа 41 минута то есть час 27 ну полтора часа я просидел на этой стройке мы пробежали всего 88 точек абсолютно простая математика что пробежать 350 точек для повышения квалификации вам нужно будет потратить каких-то сраных четыре часа готового на это не знаю вот я например не готов даже более того скажу честно пока я снимал обзор меня раза три или четыре посетила мысль плюнуть на все и пойти искать какой-нибудь другой проект эти полтора часа были просто выкинуты из моей жизни но мало того мы ведь так и не заработали нужной нам суммы у нас есть только на права а на аренду следующего транспорта у нас все равно нет денег но настройку на это я больше не вернусь иначе меня просто стошнит ну а вам если нравится такой процесс оформления денег то пишите в комментариях чем он вас привлекает ну а мы тем временем приехали обратно так называемую автошколу чтобы купить права категории cdlb обращаемся к той же тетеньке нажимаем кнопочку и все у нас есть права на легкие грузовики микроавтобусы и пикапы ну что ж пойдемте искать следующую работу потому что денег на аренду транспорта у нас все но все равно нету ну а следующая работа представлены на этом проект это работа мясника и надо сразу сказать что выполнена работа очень прикольно находится в энтуражном месте сейчас увидите очень интересно выполнена но к сожалению как и многое как и работа строителя на этом проекте задумано интересно но выполнено через очень не очень хорошо выполнено но и вот посмотрите Выбран такой подходящий по атмосфере объект Очень симпатичный, крюки сделаны Стоит опять NPC Тоже это радует на самом деле Опять же присутствует диалоговое окно Но правда здесь кроме одной профессии больше ничего нет Выбираем эту профессию И идем уже непосредственно на место работы Ну и тут как я сказал Задумка очень интересная и выполнение очень красивое Есть такая натуражность Построен цех, везде разбросаны какие-то шмонделки мяса Выполнено красиво, как и настройки сделано красиво Но вот сама работа вызывает у меня какое-то отвращение А выполнена она вот так вот Загораются буквы и вам надо ловить эти буквы На клавиатуре естественно Четыре буквы, четыре раза попадаете Все, переходите на следующую точку В данном случае точка одна и та же Но это случается крайне редко И в чем же у тебя отвращение, спросите вы Да в том, что вы наверное если играете в компьютерные игры То замечали, что все разработчики компьютерных игр Устраивают управление персонажем Ну или там каким-то объектом Так, чтобы игрок не перемещал руку на клавиатуре Перезарядка например на R, приседания на C или на V Ну в общем так, чтобы вы действовали не рукой, а пальцами Здесь же, как вы видите по раскладке клавиатуры Мне приходится все время отодвигать руку вправо То есть ловить эти буквы G, K, они находятся гораздо правее И уже где-то на точке седьмой и восьмой Вы понимаете, что это вам надоело Вам хочется, чтобы рука лежала на одном и том же месте Я всегда говорю, что не надо забывать, что работает игрок Вы заставляете работать игрока А работать должен персонаж И вот это меня в этой работе очень сильно раздражает Как я и говорил, что налицо непротестированность этих работ Попробовал бы разработчик и автор вот этой вот работы Посидеть вот так вот, например, полчаса Тыркая по этим кнопкам Я думаю, он бы переделал эту работу Ну и как вы можете заметить, что в этом цеху я нахожусь один Это доказывает то, что людям неинтересна вот такая вот работа Никому не хочется все время жмыхать по клавиатуре Хочется, чтобы рука отдыхала Еще раз напомню, что работать приходится мне А не персонажу И устаю реально я И слава богу, что заработать мне надо было совсем немножко Чтобы хватило на аренду транспорта А это около 400 долларов Поэтому я быстренько пошлепал по клавишам и пошел отсюда Я и так провел за этим неблагодарным занятием уже два часа А денег как не было, так и нет Пора уже переходить на более человеческую работу, какая есть на этом проекте А следующая работа, это работа мусорщика Туда-то мы сейчас едем И вот эта работа мне понравилась на самом деле уже больше Она более интересна И как я уже говорил, на этом проекте есть интересные задумки Но, к сожалению, хромает исполнение Нету баланса Но об этом всем я расскажу вам в следующей части А на этом у меня все Спасибо, что посмотрели И всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok